Друзья, мы продолжаем. Это программа «Наше утро». В студии сегодня Карина Хазова и Дмитрий Солдатов. Ты знаешь, Карин, о чем я подумал? О том, что восстание машин уже близко. Но все же пока современная техника, ей пока что удается делать жизнь человека максимально комфортной. Если отмотать время назад, то еще два года назад мы не могли себе представить, что в автобусе или в любом другом общественном транспорте можно зарядить телефон. А 5 лет назад даже и не подумали о том, что можно управлять домашней техникой, например, чайниками или элементами освещения с помощью смартфона. Однако время идет, и технический прогресс тоже не стоит на месте. И вот уже Челябинское предприятие анонсировало выпуск суперсовременных фонарей, которые будут не только освещать улицы города. О том, какими еще функциями они будут обладать, мы узнаем у Василия Кордополова, главного конструктора научно-производственного объединения «Электромашины». Василий Владимирович, прямо сейчас с нами на прямой связи. Доброе утро. Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро, Карина. Скажите, в чем же особенность нового умного освещения? Какими еще дополнительными функциями будут обладать умные фонари? Ну, фактически мы называем это устройство нового поколения. То есть это уже не просто светильник. Это устройство, которое в себе объединяет множество функций, таких как эко-мониторинг, таких как видеозапись, таких как аудиооповещение. Плюс оно подключено к нейросетям, как дает много возможностей, например, определять даже банальных хулиганов на улице и вычислять из прохожих количество прохожих. Ну и, конечно же, современные требования – это точки Wi-Fi. А фонари уже закупили? И известно ли, когда начнется установка? Сейчас мы данный проект ведем совместно с Минэкологией Челябинской области под кураторством губернатора Челябинской области. Первые экспериментальные устройства будут нами поставлены в 2021 году. Для исследования площадка выбрана Челябинской Минэкологии. Будет выделен пост, на котором будет размещено данное устройство, где будем мы пробовать весь его функционал. А скажите, как вообще пришла идея создания такого умного фонаря? Быть может, по опыту других стран где-то подсмотрели? Или это чистое творчество? Ну, наверное, это творчество. Идея пришла в голову, когда мы посмотрели обычный уличный стол, как он нагружен различными устройствами. Это и средства сотовой связи, это и какие-то Wi-Fi модули, другие устройства. И мы подумали, почему бы это все не реализовать в одном фронт-факторе. Долго ли велась разработка этой идеи? Концепт мы представили в прошлом году на Интерлайте. Он произвел фурор. Мы получили обложку итогового журнала Интерлайта. Ну и не стали останавливаться. Фактически устройство мы разработали за год. Мы понимаем, что этот рынок, он достаточно конкурентный. Поэтому здесь медлить и тянуть времени как такового нет. То есть вы думаете, что челябинским жителям придется по душе такое ноу-хау, если это можно назвать так? Мы в этом не сомневаемся, Карина. Ну, выглядит это замечательно. Вот мы прямо сейчас смотрим на картинку, на прототип, да, я так понимаю. И все фонари будут выглядеть вот так суперсовременно. Мы приложим для этого все усиления. И чтобы подключиться, допустим, к точке доступа Wi-Fi, достаточно находиться где-то рядом с одним из подобных умных фонарей и можно серфить в интернете? Ну, мы планируем, что данные фонари обеспечат практически всю зону покрытия городских улиц, оживленных мест, таких как остановка. Поэтому фактически люди не будут испытывать трудности к подключению к точке Wi-Fi. Василий Владимирович, мы вас благодарим за такие новинки. Познакомили вы нас? Новости отличные, действительно. Мы напоминаем, что с нами был на связи Василий Кордополов, главный конструктор научно-производственного объединения электромашинок. Далее мы будем продолжать разговор о шедеврах. Впереди сюжет под названием «История одного шедевра». Вы знаете, 2020 год очень необычный и полон различных событий. И есть одна картина, я говорю о картине Эдварда Мунка, «Крика», которая, возможно, стала олицетворением всего 2020 года. И мы прямо сейчас погрузимся в историю этого шедевра вместе с вами. Субтитры создавал DimaTorzok